Смотрите, коржи все пропитались за ночь, стали мягкими-мягкими. Невозможно оторваться. Сам тот получается очень мягкий. Такой он в разрезе. Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале Потропьези, канал о еде и путешествиях. Сегодня в гости к нам приехала моя тетя Людмила Николаевна. Она вам покажет, как приготовить самый вкусный медовый торт. Такой медовый торт я больше нигде не пробовала. И сегодня она поделится своим опытом приготовления этого безумно вкусного тортика. Оставайтесь с нами, мы начинаем! Для приготовления коржей нам потребуется 2 яйца, 100 грамм маргарина. Мы берем вот такую пышку. 1 стакан сахара, 3 стакана муки, 2 столовые ложки меда и 2 чайные ложки без горки соды. Стакан муки и сахара отмеряли полный стакан и убирали вот так горку. Для начала разбиваем 2 яйца. Взбиваем венчиком. Все, хорошо разбиваем желток до такого состояния. Ставим в водяную баню, нагреваем в казан и кладем 2 столовые ложки меда. Ждем, когда мед растопится. Размешиваем вот так ложечкой и растапливаем мед. Мед растопили. Кладем 100 грамм маргарина. Продолжаем круговыми движениями растапливать маргарин. Вот так раздавливаем маргарин и стараемся его растопить как можно быстрее. Маргарин растопился, добавляем сахар. Далее заливаем яйца. Интенсивно размешиваем, чтобы не прилипало. Размешивая, кладем соду. Интенсивно размешиваем, для того, чтобы не образовывались комочки. Масса у нас увеличивается, поднимается. Все это время продолжаем интенсивно перемешивать. Появились пузырьки. Все, выключаем газ. Муку засыпали в чашу, где будем замешивать тесто. Делаем углубление и горячую массу, которую топили на водяной бане, заливаем. Налили сюда горячую вот эту массу. И вмешаем. Масса горячая, но для рук терпимо. Мы добавили еще 3 столовые ложки муки. Потому что мед у всех разный. Мука тоже. Смотрите так, чтобы получилось вот такое мягкое тесто. Слегка прилипает к рукам, но работать с ним комфортно. Сформируем вот такую колбаску и будем делить на части. Берем вот такой шпатель и делим сначала пополам. Потом еще раз пополам. У нас должно получиться 8 примерно равных частей. И вот так вдоль прорезаем. 8 частей получилось. Вот так закатываем в колбаску, поправляем. И убираем в таз. Делать все это нужно быстро, пока масса, которая топилась на водяной бане, горячая, чтобы не остыла. Одну часть берем, будем ее раскатывать. Остальное накрываем пищевой пленкой. Вот так приминаем в лепешку такую длинную. Накрыли пищевой пленкой и полотенцем. Пока убираем в сторону. Раскатываем корж вот так в длину и вот так в ширину тоже раскатываем. Аккуратно вот так раскатываем и в ширину и в длину. Формируем примерно прямоугольную форму. Потом берем газету, из нее складываем форму, а то, что торчит, вот так ножом отрезаем. Сразу формируем ровный прямоугольник. Ножом отрезаем и вот эти остатки не выкидываем. Будем выпекать отдельно для крошки. Посыпем ее сверху. Сейчас мы эти кусочки собираем на пергаментную бумагу и в конце посыпем. Теперь аккуратно, стараясь тесто не порвать. Тесто очень нежное, аккуратными движениями накручиваем на скалку и раскатываем на противень, застеленный пергамент. В заранее разогретую до 180 градусов духовку отправляем наши коржи буквально ненадолго. Сейчас, когда они будут готовы, скажем, сколько по времени. Но у каждого духовка по-разному печет, поэтому смотрите по своей духовке до золотистого румяного цвета. Дальше берем следующий корж и вот так раскатываем. Сначала в длину, аккуратно. Хорошо присыпаем обязательно стол, чтобы не прилипали коржи. И вот так в бок тоже раскатываем. Так, поднимаем периодически тесто. Хорошо присыпаем стол, чтобы тесто не прилипало. Пока у нас выпекаются коржи, мы еще один корж раскатали. Сразу на пергамент уложим, а потом переложим пергаментную бумагу на противень. Аккуратно закатываем и раскатываем на пергамент. Вот таким способом. Тесто раскатываем достаточно тонко, примерно 1-2 миллиметра. Запах уже невероятный от выпекающихся коржей. Обязательно обильно посыпаем мукой. Пока еще корж в толстом вот таком состоянии. Обязательно все хорошо присыпаем. Когда он станет тоненьким, присыпать уже не будет смысла. Вы будете просто рвать его, пытаясь поднять со стола. Тем временем, пока тетя раскатывала очередные два коржа, у нас выпеклись. Посмотрите, вот до такого состояния коржи. В моей духовке коржи выпекаются буквально 5 минут. Секрет приготовления самого вкуснейшего медового торта в том, что коржи мы катаем максимально тоненько. И в прослойках будет крем из сливок. Коржи будут полностью пропитаны. Торт сочный получается. Мягкий, нежный, сочный. Девочки и мальчики, если вы попробуете приготовить по нашему рецепту медовый торт, это прям станет вашим коронным блюдом. Все у вас спросят рецепт. Потому что нигде больше в жизни я не ела таких вкусных медовых тортов. Ни домашнего приготовления, ни магазинного. Нигде таких вкусных тортов больше я не ела. Попробуйте, очень рекомендуем. Вот так тоненько. 1-2 миллиметра. Берем наш опять шаблон, прикладываем и срезаем излишки теста. Друзья, даже если где-то что-то неровно получится у вас раскатать, не переживайте, ничего страшного. Кремом это все закроется, видно ничего не будет. Аккуратно, медленными движениями закручиваем на скалку. И такими же медленными движениями аккуратно раскручиваем на пергамент. Итак, друзья, готовим крем для медового торта. Берем 600 грамм охлажденных сливок 35-процентных. 33-35% достаточно. 600 грамм у нас здесь. 2 стакана сахарной пудры и пакетик ванилина. Отпускаю головку. Начинаем взбивать на минимальной скорости, постепенно увеличиваясь до максимума. Вот, друзья, смотрите. Вот до таких пиков взбивали крем. Миксер убираем в сторону и будем намазывать коржи. Вот так тщательно промазываем полностью корж. Он потом хорошенько пропитается. Торт делаем накануне праздника, торжества, чтобы хорошенько пропитался. На ночь мы его оставим в холодильнике. Ставим второй корж и проделаем все то же самое равномерно. Каждый участок коржа промазываем кремом. Промажем полностью все коржи. У нас их получилось 8. А потом покажем, что будем делать дальше. Вот так промазываем тщательно края. Все 8 коржей у нас уже намазаны кремом. А теперь вот здесь у нас порезанные орехи грецкие и крошка. Что помните, мы отрезали края. Мы отдельно выпекли вот эти остатки. Измельчили скалкой вот в такую крошку. Сейчас будем посыпать вверх. Придерживая вот так рукой, чтобы особо много крошек у нас мимо не улетало. Вот таким способом посыпаем наш торт крошкой. И сверху орехами, по желанию. Кто любит орехи, сверху орехами посыпаем. Вот такой красивый торт у нас получился. Слегка вот так применем. Он должен хорошо пропитаться, поэтому положим его в холодильник на ночь. А уже пробовать будем завтра. Закрываем хорошо пищевой пленкой. И убираем в холодильник. У нас он будет целую ночь стоять в холодильнике. Хорошенько заворачиваем, чтобы запахи от холодильника не пропитались в наш торт. Друзья, вот такой красивейший медовый торт у нас получился. Посмотрите, коржи все пропитались за ночь. Стали мягкими-мягкими. Вот видно, да, на камере, что мягкие прям коржи. Вот такой он в разрезе. Коржи тоненькие, очень тоненькие. Между каждым коржом крем. Вот в этом и заключается секрет самого вкуснейшего медового торта. Попробуйте приготовить по нашему рецепту, и вы не пожалеете. Это станет вашим коронным десертом на каждом празднике. Сейчас Алексей вот эту красоту будет пробовать. Всем привет! Сегодня пробуем медовый торт, который делала наша тетя Людмила Николаевна. Вкус медовый. Чувствуются орешки, которые тут тоже добавлены. Коржи тоненькие такие. Сам торт получается очень мягкий. Он хоть не бисквитный, но чувствуется прямо очень... Вот этот ложечкой нажимаешь, он весь разделяется на кусочки. Прям как пироженки в нашем детстве были. Сколько не пробовал таких тортов, всегда они были как-то грубее. А это все от того, что очень тоненькие коржи, он очень мягкий, нежный. Невозможно оторваться. Повторяйте за нами. Делайте, как мы делаете, лучше нас. Обязательно попробуйте приготовить этот торт. Потом напишите свое мнение по этому рецепту. Рекомендую. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будет наше новое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока. Приходите еще.